Я об этом внутренне больше. Видите, что это и другие испортят, я не знал, что Тимшит это и тот самый мистик. Почему это не так? 10-й, он может быть в нем не так. Симшит этот粘ательский момент, он должен быть в первую очередь, по-какинобежном рецепте закон, но это не так, что я закончила. Я не знаю, что это, как можно было делать. Нет, я не знаю, что мы не знаем, что мы не знаем. Они не понимают, что мы не знаем. Что говорится, когда мы думаем, что мы думаем, что мы думаем. Главное, вы считаете, что это прилично обсуждать этот орган? Ну, если он допустил такое состояние, он показал слоть лет, но это же не означает, что вы должны давать ему значение. За счет нормата я вообще ничего не говорю, потому что с ним разговаривать бесполезно. Просто вы употребляете в контексте мое имя, я поэтому говорю. Но я же не виноват, давай Бака позовем, Бака сказал, это не я. Нет, это и так есть, я так сказал, что не надо хвастаться тем маленьким болтиком своим, вот это я сказал. Вообще не надо этим хвастаться, и тот человек, который на это обращает внимание, тоже недостойный этого, понимаете? Это, понимаете, запрет, это чисто интимная часть характера. Так это в эфире это произошло? Ну, я понимаю, это уровень его воспитания, если он показал в эфире, вам надо было промолчать и пройти дальше, идти дальше. Ну, мы и посмеялись просто, понимаете? Типа, нечего показывать, там, туда-сюда или... Вы посмеялись? Это получилось как продолжение дальше моего эфира и где-то там в другом месте, это будет дальше и продолжаться, и продолжаться. Вот я сегодня посмеялся над Нурберды, сижу, смеюсь, это же будет продолжаться над ним, хотя вообще, по сути, я его вообще не должен брать в эфир. Потому что он пустой человек и пустое место. Ну, просто жалко, как земляка, как туркменистанцы, берешь, думаешь, он ума наберется. А он со своим, понимаешь, прицел. Не, он со своим примитивным, понимаешь, мышлением, он пытается меня до примитивщины довести, понимаешь, на свой уровень. Вот это меня удивляет. Какой фильм смотрел ты этот «Собачье сердце»? Нет. Ну как, ты что, как из собаки, шарик превратился в человека, там гипофиз поменяли. Булгаков написал. Ты не смотрел, что «Собачье сердце»? Я не смотрел, я читал его. Ну вот читал, когда вот смотри, когда он, говорит, ну вот, пришел, он говорит, ай, вот, говорит, всю ночь читал, не согласен я с этим. И он говорит, подождите, подождите, что, что, что? Да не согласен я с этим Каутским, говорит, да? А что там именно? Да там он начал, и он говорит, вы осмелились спорить в присутствии двух людей с университетским образованием. Он при этом не говорит, что Преображенский, почетный доктор Сарбонны, Кембридж и других, Санкт-Петербургской академии. Он говорит, университетское образование. Понимаешь? А что значит университетское образование? Это фундамент. Вот университет, это действительно фундамент, от которого действительно ты универсален будешь, если заканчиваешь. В то время было такое знание. А этот примитивщина, который вот из собаки превратился в человека, он с ним пытается спорить. Точно так же у нас, вот извините, я не хочу сравнивать оппонента, так называемого, который ходит среди палетов, но он пытается довести меня до своего уровня. Своим маленьким, маленьким мозгами. Понимаете? Мне вот это смешно, я поэтому эту тему развиваю. Ну, по крайней мере, эта тема не та тема, которая обсуждает половые органы. Ну, Шариков просто такой вот, да, понимаете, был личностью, которая предан новой власти. Да не личность он был. И вот он ненавидел преображенского за то, что он был образованный, ну, другого класса, да. Это не личность, это высмеивание, это сатира, понимаешь, что люди, чернь, который пытается себя что-то противопоставить. А как всегда, что происходит? Разруха в клозете. С чего, говорит, разруха пошла? В клозете. И когда писать надо в писсуар, а не мимо писсуара, из-за этого происходит разруха в клозете. Точно так же у них разруха в мозгах, понимаешь? Вот это. Вопрос в этом. Когда им говоришь, надо делать правильные вещи, они считают, что они умнее. Они корон на себя нацепляют и думают, что они... А что значит правильные? Правильность в том, что уметь надо, понимаешь, говорить насущные темы. Если ты выдвигаешь экономические требования, то не надо путать с политическими. А если экономические последствия перетекают в политические формы требования, то надо до конца требовать это. Они даже в политические формы требования, когда выдвигают, они опускаются до своих внутренних дрязг. Каждый хочет стать кем-то. Я уже заувалированно говорю, понимаешь? Каждый выдвигает себя. Каждый видит себя кем-то. Понимаешь там? А все почему? Потому что предыдущий президент обесценил должность президента. Он играл, песни пел, на скачках скакал, на гонках, рабокопом был кем-то. Он обесценил должность президента. А нынешнему будет тяжело показывать, что эта должность президента – это тяжелое бремя. Это надо ездить со всеми, с такими, понимаешь, титанами разговаривать, как Эрдоганом, который на последнем его совещании в грош не поставил. Унизил фактически. Но для него это не удар, для него это урок, экспириенс. Понимаешь? Вы считаете то, что если человек вырос в такой среде, как его папа, он видел, как папа его целует руки, потом папа танцует, кричит, из него вырастет другой фрукт, да? Ты знаешь, время покажет. Не каждый может быть согласен. Не за счет времени. Я говорю чисто как по логично. То есть из него может получиться другой фрукт? А история же показывает совершенно другое. Посмотри Александр Македонский. Его отец постоянно в пьянках был, мальчиков насиловал, там это дело, лошади не подпускал. Человек вышел, стал завоевателем всего почти полмира. Примера не было, что ли, такого в истории? Или не было такого? Понимаешь? Папа тоже был правителем. Ну, был правителем. Он же себя тоже как клоун вел. Вы не смотрели, что ли? Не читали, что ли? Я читал. Но какая разница, как он себя вел, если наследство перешло в власть мужа? Ну, вот здесь тоже так же самое происходит. Как по наследству пошло. Почему? Потому что наши, здесь которые, себя тоже мнят президентами и выдвигают. Я когда дал им идею, идите на выборы, ребята, но голосуйте против Сердара. Кого угодно выберите. Это будет ваш протест. Реальный протест. Они что сделали? Там гонка началась в президентство. Я да президент, я да президент. Я говорю, хорошо, если вы президенты, ребята, я председателем буду центральной избирательной комиссии. Я уже форму юмора принес. Я хотел сделать эти, предвыборные эти, дебаты. Они даже на этом испугались прийти. Я говорю, ребята, хорошо, покажите свои эти программы. Чёрти что показали. Ладно, мы в Туркмении увидели программу, это уже понятно дело. Но там уже устаканившееся государство. Уже вы ничего не сможете с этим делать. Понимаешь? Но здесь-то, если вы хотите выдвигаться, вы должны что-то новое выдвинуть. Правильно? Умное. Чем-то отличающееся от него. От них. Но это уже не произошло. Вы сейчас требуете... Я не требую. Я ещё раз подчёркиваю. Я в эти дела не суюсь. Ладно. Как это назвать? Вы не требуете? Предлагаете, что ли? Я не предлагаю. Я просто смотрю на это со стороны и своё мнение вы скажу. Вы сейчас сказали же то, что... Я своё мнение сказал. Это ваше мнение. Это предложение, как бы, получается. Правильно? Не, не предложение. Ни в коем случае не предложение. Я своё мнение говорю. У вас его озвучили. Вы сказали, они должны предоставить что-то новое. Да. Да, они должны предоставить что-то новое. Это значит предложение. Это не предложение. Это действительно должно быть что-то другое. Если ты идёшь выдвигать, ты говоришь, на выборы, на демократические выборы идёшь, ты должен быть чем-то отличаться от другого человека. Это сама суть демократии подразумевает в этом. Понимаешь? Альтернативщина. Ты должен чем-то лучше от него. Почему народ должен тебя именно выбрать? Потому что ты лучше его в хорошие условия предлагаешь. И говоришь, вот я вам это предлагаю, а путь достижения этого через это, это, это. Первое, второе, третье шаги. Время даёт вам то президентское время или какое время, чтобы вы свою программу довели до логического конца. Но ни у кого этого не было. Ну вот, допустим, давайте, допустим, вы сказали своё мнение. Ну вы, вот вы, я вас, послушайте, извините, что я перебиваю. Я не один раз слышал, что вы тоже хотите, почему именно Сердар стал президентом, а я тоже хочу стать. А что вы сделали, чтобы стать президентом? Ну Сердар это ладно, понятно. У него отец, отец его вложил административный ресурс, всё государство, всё под него подточил и сделал. Да, он пропёрло. А вы что сделали? Вы что-то сделали такое? Вы свою программу сделали? Или просто ваш хотел, чтобы вы хотите стать президентом? Что вы сделали? Вы где работали? Что вы сделали в своём окружающей среде, чтобы они вас выбрали, например? Чем вы убедили? Вот я никогда не собирался и не говорил, что я хочу президента. Потому что я своё окружение не смог убедить. Своей правильности, понимаете? В том, что я говорю правильно, а потому что они по своему уровню развития, глупость, они падкие на те обещания, понимаешь? Ну, плебейское мышление. Поэтому я прекрасно знаю свои возможности. И никогда ничего не говорю. Я каждые шаги выверяю. А вот вы что предлагаете? Вот почему вы хотели стать президентом? Ну, чем вы можете сделать, чтобы Турмей жизнь улучшить? Ну, расскажите мне, пожалуйста, вот если вы сможете. Я не на этом, не на допросе. Да не надо допросить, не допросить. Мы с вами просто беседуем, собеседуем. Если вы не хотите, можете не отвечать на этот вопрос. Мы с вами не беседуем, вы каждое моё слово перебиваете и вставляете своё слово. Ну, хорошо. Просто не даёте мне сказать. Ладно, говорите. И вот это ваше качество, я имею в виду, где лидеров, да? Успех вот и… Я не лидер. Вас я вот впервые с вами общаюсь. До этого вот с Мурат Курбановым общался и с другими. Только говорить, говорить, говорить. То есть даже нет секундочки, чтобы подумать время. То есть вы говорите, что я хочу стать президентом. А кто не хочет? Скажите мне, покажите нам солдата, который не хочет стать генералом. Что сделал солдат, относился ли генералу? Ничего. Но, может звук выключить, пожалуйста? А как его? Шум идёт. Подождите, а как можно звук свой выключить? Право в углу три точки есть? Ага. Ниже полистать, там будет выключить микрофон. Нет, подождите. И у меня нет правого угла три точки. У меня этот кругляшок и выключение есть. А, внизу внизу, да? Три точки. Так. Оставить комментарий. Переключить камеру. Отзеркалить видео. Подарки. Сундук сокровища. Поддержать коммерческую приостановление. И выключить микрофон. Хорошо. Я свой микрофон выключаю. Окей. Всё, выключил. Да, потом вы сможете включить, и он будет у вас на главном экране. Выключил я? Всё, всё. Смотрите. Вы мне говорите за счёт планов, да? То, что у меня проскользнуло в некоторых словах, то, что я хочу. Нет такого солдата, который не хочет стать генералом. Это раз. Вот. За счёт того, что у меня планы. Конечно, я ещё об этом не думал, но я думаю, любого человека взять и дать к нему пять, шесть, десять умных людей в разных сферах. То есть человек один не может знать всё и дать им определённую, скажем так, свободу, чтобы он мог мне сказать мои минусы. Понимаете? Где я ошибаюсь. И я думаю, любой человек сможет развиться. Я не могу быть всесторонним, и в экономике, и в социальных, и в науке, и писать книги, и скакать, и быть чемпионом по всем видам спорта. Мне нужны люди рядышком. Чтобы каждый человек говорил мне, так вот, Эрисгельди, давай сделаем так. Вот в экономике, в развитии. И всё. Тут логично. И, конечно, надо... Это просто мои первые шаги. Я вам просто говорю наброски, да, со своей головы. Потому что таких конкретных вопросов мне ещё и не задавали. Всё, я всё. Слышно меня? Слышно? А, да, слышно. Нет, это хорошо, что у вас есть такие амбиции. Ну, мне нравится, что такие амбициозные ребята есть. Но у вас есть команда. У вас есть своя команда. То, что вы сказали, что надо создать команду. Под единым начальником, который работает в этом направлении. И это правильное мышление. Но у вас есть команда, которая будет отвечать за разные отрасли в государстве. Вот это есть и есть. Так, вашу стена говорят, как туркмены. Я буду целиком и... Двумя руками вас поддерживать. Ребята, что у нас есть такие. Ну, на сегодняшний день я вижу то, какая картина. Каждый второй у нас хочет стать президентом, но при этом больше половины, даже если вы боятся самого себя. То есть, лицо своё даже открыть. Я не говорю, я не настаиваю, чтобы вы открывали своё лицо или что-нибудь в этом роде. Ни в коем случае. Я просто сказал... Извините, я не договорил. Я просто сказал, почему каждый второй хочет стать президентом. Потому что должность президента была обесценена предыдущим президентом Туркменистана. Понимаешь? Вот это я хотел сказать. Я из-за этого выходил и выступал. Мало то, он в своём идиотизме даже у нас приватизировал родину. Забрал у нас право посещать это. Я надеюсь, что нынешний образумится создать команду молодых специалистов, как вы говорите, свою команду молодых. И то, что я недавно слышал, он и делает, оказывается, молодые у него эти технократы есть. Но посмотрим, как они дойдут до этого. Что надо давать больше свободы. Больше свободы, больше политической свободы, больше, понимаешь, экономической свободы. Если они дадут, это дадут. Если не дадут, то его тоже надо критиковать, понимаешь? Ну, за год, за полтора, ну, невозможно этого сделать. Потому что 30 лет было разрушено государство. 30 лет планомерно, целенаправленно разрушали. Каждый свою дуду играл. Кто играл свое племенное превосходство, кто играл свое родовое превосходство. Понимаете? А вот настоящего государственника не было. Вот так. Я вот так считаю. Я не соглашусь относительно 30-летнего разрушения. И начнем просто с того, что лицо, да, вы сказали. Просто вам образно, да. Вы любите, я смотрю фильмы смотреть, да. Ни один из героев фильмов, например, скажем, не Бэтмен, там, не Человек-паук, я не знаю, что вы смотрите, не Зорро, там, или еще что-то, не знают. Народ его не знает и по лицу. Потому что он совершает дела за занавесью. Понимаете? И если ты показал лицо, это не значит, что ты герой. Я не имею в виду именно вас, да. Я имею в виду в общем, это контекст. Если кто-то показал свое лицо, это не значит, что он герой. Или же наоборот, кто не показал лицо, тот не герой. Понимаете, о чем я? Это к этому. За счет того, что 30 лет разрушения, это абсолютно неправда. Потому что первые года, я скажу, да. От 90-х до 2000-х, я скажу, да, было все. Разруха там, пока система поднималась на ноги, да. Но в то время наше предыдущее поколение, скажем, вы, они ничего не сделали. Они просто, скажем так, на полусогнутых ходили. То есть приручили хозяина своего. И это прошло. И сын третий, который видит, вот сколько он уже у власти, 6-й и 23-й, да, грубо говоря, там 15 лет. Сидит, видит. Почему у него за 15 лет, как его батюшка сидит у власти, не сформировалось какое-то мышление, какое-то построение государства. Он знал, что он туда сядет. Почему я сейчас выйдя в эфир, буквально пару месяцев должен иметь у себя в руках план, а у человека, у которого батюшка президент, 15 лет, у него нет плана. И я думаю, это можно сделать не то, что там за год, это можно сделать за 3-4 месяца. Просто как Грузия с Саакашвили это все перевернула, убрала вот эти взятки, все нормально сделала. И я думаю, то же самое можно и у нас сделать. Вы уже 4 или 5 вопросов задали. Давайте отвечу правильно. Первое. Я просто ответил на ваш вопрос. Я не смотрю такие глупые фильмы, как «Бэтмена», «Паук», это все, потому что это сказки, это фантазии. Я смотрю фильмы, которые дают смысл человечеству, как собачье сердце. То есть по вашему «Собачье сердце» я просто перебью, а «Собачье сердце» это не фантазия, да? Ну слушайте, я вам говорю, как собачьица научно-познавательна. Почему? Потому что это была сатира, глубокая сатира советской действительности, которую только организовывалась советская власть. Второе. Давайте послушайте на эту тему. Я просто меняю ваше мнение. Послушайте, давайте. Нет, подождите. У людей, у моей аудитории сложится впечатление, что я не ответил на остальные ваши вопросы. Не было вопросов, я только ответил на ваши вопросы. Я там увидел очень много вопросов. Понимаете? Послушайте дальше. «Карточный домик» есть. Я такие фильмы смотрю, которые люди действительно играют. Вы смотрели американский фильм «Карточный домик»? Про президента, потом его жена стала президентом. Как там искусно играли все это дело. Я вот такие фильмы смотрю. Я не смотрю «Бэтмен», потому что я вырос из этого возраста. Я не верю в эту фантазию, понимаешь, фантастику. Второе. Вы сказали, что когда мы пришли, усовнутые ходили, это было все разрухание. Ну извини меня. Я не знаю, с какого региона. С Ашхабада или там. Ну в Ташауз возьмем. В Ташаузе работала сельхозтехника. В Ташаузе работало химудобрение. В Ташаузе работали ОПС, облпотребсоюз, магазины были. Все было обеспечение такое. Универсальная база, три столовых ресторанов. Все работало как чики-пуки, понимаете. Очень много было строительных организаций. РСУ, Трестов, потом ПМК было. Все работало. Завод ЖБИ работал, понимаете. Вода как по часам поступала. Не было разруха, водоочистительная система работала. Электричество. Не было перебоев с электричеством. Это только на примере Ташауза возьмем. Когда вот только Советский Союз развалился, понимаешь. Кадры в сельском хозяйстве работали. Планы давались. Нормально. Да, сейчас привыкли говорить, что вот критиковали. Русские нам сделали. Но это же было. А сейчас что? После развала планомерно развалил Ниазов. Это все. Ставил Ахальских. Потому что Ахализация была. Они что умели Ахализация? Ну хорошо, если бы хороших кадров поставили. Которых грамотных. Они привозили из тех сел, которые ничего не умели делать. Только имели преданность своему вождю. И поэтому я и говорю. И имею полное право говорить, что произошла разруха. Вы говорите, что мы ходили на полусогнутых. То есть мы хотели полусогнутых. Потому что не Ахализация. А почему тогда нас убрали с должности? Почему нас выгоняли с работы? Почему нас не давали нам работать? Я вчера на своем эфире говорил. Зам. Председателя КГБ Туркменистана. Фарид Ходжам Кулыдов Атамурадов на своей шестерке кофейного цвета таксовал. Я пример приведу парня. Который с Байрам Алией. Мухаммед Татов. Начальник. Был этого. Следственной части прокуратуры города Ашхабада. Он тоже таксовал на своей желтой по москвичам. Потому что порядочно работали. Понимаешь? Мы не полусогнутые. Такие как я убрали. Которые мы не смогли с этим смириться. Потому что у нас высшее образование. Мы получали классическое образование. Каждое свое образование мы доказывали. Каждый свой предмет. Не покупали. Поэтому мы и ушли. Не то что ушли. Нас ушли. И мы не сработались в этой системе. Мы уехали дальше. Но мы добились очень много. Все добились. Понимаешь? Что за предел? А я вот поэтому вам утверждаю. Что вы планомерно. То есть там было разрушение. В третьих. У него была прерогатива. У этого Всердара. Потому что у него батюшка. Да. Президент. Батюшка. Ну за 6 месяцев. Как вы можете. 3 месяца. Вы говорите. Кто за 3 месяца что-то изменил. Скажите мне. Покажите пример. При разрушенном состоянии всего. При полностью разрухе. Которые не могут. Даже полностью. Тотальная коррупция. Кто сделал что-то? Мне пример привезите. Я скажу. Окей. Давай. Браво. Похлопаем. Увезгельды. Вот так. И что там дальше было. Я сейчас упустил. Говорите свое мнение. Можно. Да. Да. Смотрите. Давайте начнем с. Вы начинаете говорить про собачье сердце. То что. Там это фильм со смыслом. А типа. В кавычках скажем. Да. Вот эти фантастики. Это не со смыслом. Я просто. Я не смотрю фильмы. Вообще. Никакие фильмы не смотрят. Я читаю книги. И вот эти. Бэтмен и Мэтмен тоже книги. Я просто. Вам образно дал. Но давайте. Вы коснулись Бэтмена. Я начнем про Бэтмена. Этот фильм. О чем он смысл. О том что он. Трусом был. Изначально. И. Его маму и папу. Убили из-за его страха. Потому что он был в детстве. Трусливым ребенком. И. Когда. Они были в театре. Он увидел тень. И побоялся. Вышел на улицу. Его убили. Преступник. Его родители. И. У него сформировалось такое мышление. То что все бандиты. Они преступники. Они должны сидеть в тюрьме. Понимаете. Это. Детская травма у него. И. Он доказывает миру. Что деньгами. Не. У него нету. Сверхспособность. У него просто есть деньги. Он. Благодаря деньгам. Знанием. Показывает. Что можно победить. Можно стать сильным. Вот. В чем там смысл. Если вы не понимаете. Некоторых. Аспектов. Вы можете просто. Прошершить. Интернет. И. Узнать. Просто смысл. Любого фильма. Там. В каждом фильме. Есть смысл. Какой-то. Хоть маленький. Вот. За счет того. Я никакого вопроса вообще не задавала. Изначально. Почему-то мне начали рассказывать. Про то. Что. Что-то там было. Вот. Это. Мне вообще. Типа. То. Что они таксовали. То. Что это все самое. Мы прекрасно знаем. Что они. Безятки брали. Может быть. Ваши. В кавычках. Скажем так. Окружение. Не брало. Но. Большой. Большинство. Большинство из них брало. Потому что. А их меняли. Как перчатки. Каждую. По телевидению. Показывали. Это все. Было на центральном телевидении. И не в ваш период. Это ваш период. Это ваш период. Когда людей. Вы. Как себе. Представляете. Человек. Который. Дошел до. Генеральского уровня. И будет брать. Я. Договорил. Вот. Смотрите. Вам. Не в этом. Мы. Вести. Диалог. Односторонние. Вот. Я. Умер. Президент. В 2006 году. Я. Говорю. До. Предыдущих. Первый. Президент. То есть. Вы. Как. Это. Главным. Прокурором. А. У меня. А. Дуран Биви. Дуран Биви. Гурван Биви. Гурван Биви. Не прокурор. Не. Почему вы это не видите? И у нее подопечник. Беже. Вот это все сняли. Он. Он все это рассказывал. Почему никто не вышел и не опровергает? Потому что это было реально так. Люди просто. может брали и потом так совали понимаешь чтобы бросить пыль в глаза это просто страны то окажется может это и не так я не буду грех на пусть брать подожди я тебе пример приведу вот смотри под я почему тебе говорю что ахализация ты не придал этому значение на слово ахализация когда прокуратуре должны были выборы быть вместо хаджам кули и хаджам бердыева первый заместитель прокурор был русский бы он уехал вместо хаджам бердыева выбрали косымова косымов потом в поставил а таджан и ашалии потом а таджанова поставил это все ахалские кадры бы хаджам берды в более-менее пророссийский был настроен его не выбрали честного порядочного человека естественно когда открытые выборы были там про лоббировал не за не а за свою кандидатуру косымов никто не был с какой-то должности он быстро выскочил и вы говорите человек ну точно так же в как бы было понимаешь фарим хаджам кулы и еще от амурадов он не был ахальский он был салиба были откуда там другого местности но вы говорите что он таксовал чтобы спрятать свои богатства как можно человеку понимаешь с таким степени высокого таксовать что прятать свои богатства что ли в о чем говорите специально это представляете как я вот смотри примерно прием предпридать даже я тебе пример зачем им приведу вот смотри я в туркмении очень тяжело мне было я уехал в россии создал слово что угодно буду делать я заработал я заработал деньги суши вот смотри чем не чтобы свои деньги прятать я должен здесь таксовать что ли я даже не специально права не не да и не сдаю чтобы не таксовать не хочу этого делать я машину себя лишил понимаешь зачем мне это надо у меня есть возможность если у меня день есть я живу для себя сколько я буду жить а этот человек который генерал ты понимаешь что такое генерал это не то генеральской должность который как сейчас хлопкова генерал чтобы до генерала дойти надо просить ооо при советском союзе он при советском союзе получил должен генеральское звание при советском при развале советского союза получить начать должность начальник следственной части прокуратуры ооо надо быть пройти от и до то что я вам просто конкретные два примера привел я другие еще могу привести примеры это всего лишь ваше мнение за счет того что то что человек знаете почему то что он не брал бы мы можем про не брала очень я просто закончу все ваши ваши вы потому что наговариваете на честных людей нет это вы наговариваете это вы вы не знаете вы же вы же не произошел вы продукт того времени извините меня не страшно отходом мусора это очень страшно это очень страшно потому что это вообще не страшно очень страшно считать то что вы всегда вы я имею и считать то что ты достиг предела ума то есть ты считаешь то что все отталкивается от тебя нет у меня 15 процентов осталось если вдруг отключить не обижать чтобы не говорили хорошо давайте вам просто приведу примеры за счет того что вы сказали дайте мне примеры супергероев я вам дал дайте мне пример президент я вам дам макрон зеленский это вам не пример нет почему на крон ставленник и ротшильдов откуда он вылез вообще он работал в банке ротшильдов понимаете западную это электорат можно легко и просто купить и навязать им мнение точно так же у нас сейчас происходит нет зеленский подожди зеленский подожди зеленский подожди будем улететь к чему-то прикрепить но я же должен вам ответить подождите зеленский продукт мне нужно прикрепили это к чему-то то есть к фактам каким-то не к словам которые вышли в вашем так слушайте да вы посмотрите вы что биографию макрона посмотрите прочитать откуда он вышел ну биографию макрона считаете то что человек если откуда-то вышел то у него нету перспективы вырастил вот смотри до этого оланд был он социалистом был какие-то партии он действительно боролся с нуля поднимал с какого-то города все вышел оланду оландо был этот какого саркази который у жака ширака подрабатывал потом против шака ширака пошел дужа к и дужа к и жак ширак был дужа к ширак это был как он мужик который историк тоже по образованию забыл его вот у меня зарядка а этот зеленский смотрите зеленский натяжение всего это украина понимаете украину разграбили все его предыдущие президенты из украины стал как игрушка колбка на мальский решил сделать из этого артиста сделать презент и это удалось потому что народу украине надоело этого роста и коррупция он как пришел к власти зеленский я прекращу словами и подождите это вы сотрезайте воздух и когда я говорю зеленский пришел на волне того что сказал что я прекращу войну нет во первых смотрите войны не было смотрите что она донбасс нет а для меня это не было войной войной подошли у меня от февраля смотри сейчас я скажу вас вас я же сказал у меня можно отключиться говори я понял я понял понял вас может отключиться в любом месте он продел антикоррупционный форм он убрал свои портреты ой то есть президентом поделом он представил а пусть я про сам час киеве нахожусь вот поэтому говорю снизил налоги вот инвестиционные любое у тебя есть привилегии то есть нет такого тут нету коррупции как было до зеленского да это все есть я не был во франции я не был макрона я не знаю я читаю биографии но я знаю что я смотрю по новостям да скажем так тоже беру информацию откуда-то черпаю само собой они с ними не рос вот но как я вижу там хотя бы демократии присутствует а конечно некоторые аспекты могут быть не согласовываться с народом да там например свобода слова еще еще что то еще что то не может быть все идеально круглым да но относительно других предыдущих президент которых сажали он он там выделяется на iphone кто я про макрона кого садили там там 10 демократии работать если против президента выдвигает уголовные дела это демократии и демократии не от макрона зависел то что произошло происходит у них уже сколько лет после французской революции когда короля людовика 16 обезглавили когда народ надоело делать это у них крови жить в свободном мире алё слышно или отключилась не просто процента мало остались у меня уже красная горит я сейчас пойду зарядник возьму и потом опять включусь если что у них это в крови с французской революции когда не короля людовика 16 обезглавили они будут прошли через все это стерни и звезды то можно сказать чтобы дойти до сегодняшнего застояния а у вас было точно самое понимаешь у вас что в предыдущие все президенты были вары в украине что ну и этот я не знаю последний раз продает потому что когда перед януковичем стоял выбор или таможенный союз заходить или европейское вот это сообщество он там слабину дал и не знал пропустил время убежал а на этой волне там и организовали все это из этого сделал разделенским президентом который сказал я прекращу войну на донбассе на луганске что не происходит он даже больше развязал войны 5 атомных электростанций был в украине есть и у кого-то 2 1 до 2 танцы послушай мне даже 2 если будет снабжать европу украина будет жить счастлив плодородные земли украин чернозем если они нормально экспортируют будучи жить счастлив понимаешь они же на это не у них же воровство они начали воровать газ по трубе который проходит транзита все это началось из-за этого я считаю что да про соседские отношения из-за этого поначалу вы не обижаетесь да вы просто писать приходите ко мне с фактами если вы не можете по тебе скажи мне уже не платить ваши слова которые сейчас говорите факты я говорю о вас ты вот вы любите интернета не напишите не ушел сам его изгнали любитель интернета нет вы любите интернета посмотрите если в интернете прорисешься как и воровали украину майдан был я живу в украине но я знаю прорисешься интернет посмотрите как это все происходило посмотрите все посмотрите все это происходило янукович да сбежал вы сейчас говорите ложь вот грубо скажем вы сейчас подождите воруют марую это все есть везде есть даже в вашей стране где вы сейчас живет там тоже есть коррупция в какой-то мог везде есть коррупция какая-то новом коррупцию но я говорю вам за то что поменяли человек за год это старается сделать завтра народ его поддерживать понимаете никого не убежал со своей страны он не прячется в бункере кого поддерживать и зеленского ради бога пусть поддерживает вы мне там вопросы совершенно по-другому стоял не за короткий период времени исправил ситуацию да да я на вашем день акром на сегодняшний подождите макрона не было такое разрушительное состояние чтобы так говорили вот вам факт вы говорите что про зеленского что за короткий период времени он исправил ситуацию привел к расцвету и но сегодняшний день мы курт кроме войны ничего не видим один это по-вашему война да ну слушайте вы подменяйте понятие вы хотите расцвет общества и культуры и государства или вы имеете ввиду разруху если вы разруху имеете хочу расцвета я хочу защищать вы сказали вы сказали подождите вы не путаетесь и они сказали подождите за короткий период времени вы из пункту какой президент исправил ситуацию за три месяца это пример макрон это пример это зеленский я вам говорю макрона не было разрушительного состояния общества франция как стояла так и стоит понимать как они разрушили бастилию так и будет республика стоять зеленский вы сказали что зеленский исправил ситуацию привел к расцвету общества на сегодняшний день мы не видим расцвета общества и расцвета украинского государства почему не если вы не видите это не значит что в чем что украины по не полукраин всю женская часть украины в европе в америке в канаде ходит а там в украине у вас сидят мужики которые не хотят воевать не это вы сейчас говорите как живя в украине или же вы откуда-то я же был в украине подождите не было не считает я был пистичок это не считаете я видел своим грозами глазами это тоже был это значит прошлое время дары ну что значит был прошедшим времени я был относительно недавно я видел разруху я видел как ракеты прилетать я видел как люди бомбубежния сидят по ночам над испуга этого я видел это вы считаете расцвет общества этот человек это я считаю я считаю сделал человек защищает свое государство и не убегать как крыса последний раз я рад что он этот но вопрос другом стояла понимаете что вы сказали за короткий период времени это вы сказали мне покажите мне нет 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 давайте не врать посмотрите да я могу сказать эфир я-то свой эфир могу посмотреть я знаю у меня с памяти очень хорошо вы сказали я сказал посмотрите посмотрите вы сказали что я вам когда сказал почему вы считаете что вы можете там претендовать на роль президента и какой-то себя претендуете вы сказали у меня может быть команды як за короткий период времени могу сделать расцвет общества почему сердар не может сделать я сказал за три месяца за полгода за год он не может сделать потому что планомерно было разрушение в течение 30 лет государства туркменистанского я привел вам пример когда советский союз развалился у нас было какие эти организации сейчас считанные организации остались постепенно и шло понимаешь подмена кадров которые не квалифицированными я сказал ему трудно будет что-то изменить за короткий период времени он сказал нет есть примеры в истории вот макрон вот зеленский я вам говорю макрон у него не было разрушено государство она еще и расцвета у него тоже есть и всегда был расцвет чтобы что-то говорить вы сказали зеленский я сказал хорошо зеленский пришел к власти но на сегодняшний день мы видим войну мы видим людей ночи ночи бомбоубежищах понимаете мы видим разрушены эти здания которые прилетают разные калибры там всякие разные эти дроны и разные ракеты я вот это вижу вот это я вам говорю вот это и сказали закончить и к чему это ведете да человек пришел к власть он поменял все как сделал он не стал плясать под чудо дудку к нему пришли к войной к нему домой пришли к скажем к вам домой пришли к войной вы типа забираем мой дом это по-вашему нормально ну я судя по вашим словам это для вас нормально и но есть человек сидит воюет там и дед для своего народа что-то это что их женщины скажем их матеря вы сейчас просто стали говорить грубым образом то что их женщин шлюхи да просто не дай бог вам увидит войну и чтобы вашего материала вы бы сами отправить свою маму свою жену за границу чтобы они не пострадали и вы сейчас просто про других людей так думаете это вы очень низко в вашей стране свои мнения не надо навязывать выдавать они не навязывают это просто вывлечь азванисту моих слов ничего такого не произошло я сказал это разве нормально больше половины населения людей ну к чему эти слова сказали их женщины за границей ну кто он же сказали что за три месяца можно привести к государству к рассвету вот прям война идет год зеленский пришел девятнадцатом году то есть за двадцатый двадцать первый двадцать второй год то есть вы хотели бы сказать что зеленский привел к рассвету путем войны правильно нет война началась год назад я говорю зеленского стаял так за три месяца можно сделать программу который приведет страну к расцвету и благополучия я вам сказал примеры вы сказали мне хорошо год пусть будет я сказал я не говорил я всегда говорю за три месяца за год невозможно поэтому избирательное право дается на пять лет понимать что пять через пять лет менять президент обычно среднестатистическую я вам говорю вы сказали и я сказал что я не верю что сердарь изменить за год за 25 лет как минимум я буду смотреть на него что он за эти после этого я буду смотреть и критиковать вы сказали есть призе и примеры в обществе прецеденты то есть француза привели макрона и привели зеленского что они привели общество к расцвету и благополучию я сказал хорошо француза у них всегда было благополучие ничего нового не изменил понимать у меня наоборот демократия идет действительно там и люди желтых жилетках и другие против него бастует эта форма 1 одна из форм демократии но у зеленского вы сказали зеленский который привел благополучие за три месяца пусть будет за год двух тысяч девятнадцатом году он пришел война идет разруха уйдет в украине я ни в коем случае не хочу умолить понимать достоинства украинского народа ни в коем случае я не хочу умолять достоинства русской и других любых других народов но человек который вы сказали есть пример он не соответствует тому примеру что вы говорите то есть зеленский не пример тут вы привели другой пример другой пример президента уругвая возьмем тогда что-то я не знаю протокол президента и не знал тогда на пейте куда-нибудь до получения газа убивать это потом я потому что для вас это ход сам у хика но он же поменял убрал бедность дал образование людям все это полу как положено сделать за какой период времени ну мы за какой сейчас говорить за такой же я у вас вопросов уже не за один президентский за один президентский срок то есть он получается пошел или в девятом году или восьмом году он пришел по моему есть один президентский срок какой был уругвай 5 7 лет сколько четыре года 45 45 вы пришли к тому что что я сказал вам то есть я сказал за пять лет всегда должен что-то сделать изменить если он не сделает знали не поняли сейчас так сидим и не поняли у меня просто 45 лет не срок идет то есть это мог сделать за первый год и за первым месяцом ну за первым зашли они пример подождите саакашвили пример еще какой пример но вы сдавайте саакашвили возьмем с того что саакашвили сразу же не сделал то что там была у него война разруха он сумел объединить грузии он шить сумел этот который абхазию соединил ними абхазии не абхазию этот как его скажи мне батуми батуми да иными двора аслана башите там джон сепаратные эти он приехал действительно батуми присоединил многие части присоединил сшивал все это сделал потом уками даже когда в осетии началась война до грузии до твилиси осталось буквально сутки дохода там за каха не помню как с акварелидзе помоги не прокурор там работал над этим но это все защищет был за счет америки госбюджет америки выделял обращать акты откуда берете типа слушайте не посмотрите грузии у грузии не было никаких экспортных потенциалов не имеет значение экспортные потенциалы страна сейчас вот например на данном на нас живет за счет того что трое то есть инвестиции для большие дайте мне хотя бы что то что вы сказали чтобы я поверил маму из гильды ты на что живешь я не работаю у меня есть компания фирмой но у тебя фирмы если то есть какой-то с пассивный доход идет правильно да ну вот а государство то есть и пассивного дохода не будет на что может жить государство у государства столько рычагов пассивного дохода вы просто будете в шоке я начну просто с минималки снимал и давайте считать то что нет ресурсов никаких 0 у тебя первое это культура традиции то есть ты можешь сделать туризм это самое главное многие стран турция можем брать меня дуба и вот они взяли вот эти езда на верблюдах там кататься по пустыне люди не ехали туда чтобы покупаться там люди ехали за культурой за традиции научиться чему-то посмотреть что-то новое у грузии очень богатые истории очень богатые традиции буквально даже туркменистан просто открыть нам не нужны вот эти газы зачем мы тратим наши ресурсы когда мы можем их оставить на будущее как для каких-то открытий а не грабить это все все он заряд когда силы они вы двигаете я просто думал вы замерли все могу тебе сказать а да да говорите ну смотри когда сакашвили пришел к власти то время в грузии была полная расслуха электричество тут то должным образом не подавалась все понимаешь я насколько я помню зураб звание его пригласил и вот а морда силы если честно а в грузии до сих пор так я был в грузии смотри три назад или четыре назад вот он был грузия как наши туркменистан 90-е годы но один город там из которых процветает как милан это батуми там просто скажу вам так пушка там все если казино есть люди идут да и большие деньги просаживаешь ты же мне не даешь говорить когда вы говорите что было да это не на 1 ну подожди мы же по срокам хотим же определиться по срокам вы же ты же ему у нас спорта из-за чего возник ты говоришь могу же на ты да ты говоришь что за короткий период можно привести к расцвету и расцветанию всего государства то есть три месяца сейчас ты отказался от трех месяцев год а потом пример 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 угла его не переделывайте мои слова это некрасиво это не культурно с вашей стороны вы переделать мои слова я за этого перебиваю ну слушай возник то скоро из-за чего когда я сказал я в течение пяти лет я даже не буду смотреть что-то оценивать в отношении сердар ты сказал нет есть фильм пример других государств как не забыла не за за 6 я сказал у него нет я скажу вот как было вы сказали дайте мне пример я вам сказал во первых у него батюшка сидит 15 лет до этого то есть он все это видел а я сюда он все это видел у него нету возможности пять лет мы не можем ждать пять лет пока он раскрутиться свой барабан ажима и вам тогда мешает взять в руки чемоданы поехать туркмении говорит у нас нет возможности пять лет давать им услуги свои экономические предлагают как я видим свою вижу в туркменистане тем более вы не где-то не аффилирован нигде ничего не делаете ваше лицо незнакомых идите езжать но вы очень скользкий человек понимаете почему почему я вам говорю потому что вы не придерживайтесь тех своих этих предыдущих высказывать вы сразу высказывать я вам не у этого сказать пять лет как минимум он должен делать посмотреть мы должны на его поступки если в течение пяти лет он не сделает почему я говорю потому что предыдущие 30 лет все разрушалось туркменистане все то что хорошее начатое начало разрушалась а вы мне говорите нет за три месяца за шесть месяц за год есть такие примеры привели пример угла и когда я вам ска подожди не перебивай пример уругвай я сказал какой у него был избирательный срок избирать но какой был цен своего президентского срока вы сказать 45 лет но все-таки мы пришли к тому что 45 лет правильный смотреть хорошо послушайте да не перебивай но не перебивайте меня не перебивайте меня вы сказали в грузии этого мне пример я сказал вот я начал когда про грузию начинал говорить что грузия в каком было сочаточном состоянии у него не было экспортного потенциала кроме своих мандариной чаю у него ничего не было экспортировать да это потом порой появился это хвачкара боржоми они брендом сделать да батуми они развивали но для этого сколько инвестиций потребовалось сколько вкладывалось вот это строительство одного даже отеля ну как минимум берет ну ну скажем если даже с быстрыми темпами даже вот эти ну год ну год возьму ну шесть месяцев вот эти отель привлекательности равно же это вкладывается тот период времени как минимум 45 лет правильно саакашвили привел к расцвету общества вы правильные говорю смотрите и вы говорите правильно относительно чего если взять если бы у заказали папа был шеварнадзе то я очень очень скользкий человек ты непосредственно относительно нет ты очень скользкий человек ты не последовательно своих мнений поэтому у вас ничего не получается вы когда сказали что вы на полусолнцах ногах ходили угождали взращивали вы открыто обвинение сделали открыто обвинение сделали мою сторону и также порядочность честных людей секунду я порядочность честных людей которые работали на государство которые зарабатывали свое им мнение имя годами вы на них обвинение кино когда я вам это упрекнул вы вы начали по-другому я вам пример привел да по ним вы начали меня перебивать своей же друге когда я сказал я считаю классическую литературу как бугакова и не читая про бэтмена фантазии мне это не интересно потому что для меня это чуждо да я фильмы смотрю но я фильмы смотрю со смыслом который понимаете который бестселлеры как в этот как этот играл карточный вы это тоже начали по-другому преподносить мне потом когда я сказали вопрос я сказал вам сказал что сердар при всем своим даже всеми пядей во лбу за короткий срок не сможет туркмении привести к состоянию благополучия никто это не сможет сделать потому что еще и 30 лет разрушалась государство вы мне сказал нет есть примеры в истории и кто-то был макрон макрон у них был расцветающим государством он не взял разрушающим состоянии он до сих пор там идет демократическое на тело вы сказали хорошо зеленский я сказал зеленский секунду я этот зеленский я сказал зеленский привел к войне государство государство разруха люди там бомбоубийших я видел очень много разрушенных зданий которые ракетами прилетать это понимаешь это вы считаете благоденствие обществе общество развилось вы мне начали упрекать что вы сказали про украинский народ плохое я этого не говорил это в с ваших уст вышло после этого при взяли пример саакашвили я сказал хорошо давайте возьмем изначально как саакашвили пришел классик что было у него течение какой и привел вам пример что даже отель который привлекает туристов батуми будет как минимум шесть год от шести даже до года эти строительства вы что хотите дальше от меня понимаете вы просто как рыба скользкий понимаете вы человек очень недостойный скользкий человек вы меня извините не на что я просто говорю смотрите можно сказать аллах вас простит не я должен кто я такой вам судить но я считаю я сказал свое мнение что вы очень скользкий понимать вы попытаетесь как-то вывести ситуации и когда вы говорите вот вы си лидер я никогда на лидерские положения не претендовал если у кого-то болезнь микрофона это вы к ним обращайтесь вы к ним ходите и не любите там она туда-сюда или чем-то как со мной разговаривать вы им говорите а у вас лебезение перед ними понимаете вы со мной разговаривать точно также почему вы со мной разговаривать почему так потому что я вам позволяет потому что я человек сторонник прогрессивную форму мышления я хочу видеть слышит альтернативное мнение но ни в коем случае ложь превращенная понимать обл в оболочке какой-то полуправда вы не состоятельный собеседник с гильды говорите я вас слушать есть такое вот правило да как в кавычки на скажем психологическое человека которого он обвиняет в чем-то значит он сам такой то есть скользком виде я скажу вам то же самое вы очень скользкий от вопроса к вопросу убегаете вы смотри я могу вам все начать как вы сначала пересказали сказать своими словами вы смотрите бестселлеры batman это писать если что булгаков написал и по нему фильмы создавались тоже фантастические вот за счет украины вы сказали то что украинские женщины уехали до разруха до 2022 года не было такого не они уезжали они они жили то есть не до такого народа который не уезжать другую страну все люди уезжают сказать не только женщины уехали и мужа я вас послушаю мы только тут вдвоем больше никого нет вы сказали это потом вы начинаете цепляться к моим словам то что типа покажите мне президент который за пять лет покажите мне президента которую папа был до этого президента я вам дал пример зеленский макрон макрон ладно у них была одна хорошая страна скажем тогда я вам стал уругвайского президента муки к дал который был то ли восьмом то ли в девятом году и его срок шел пять лет это не значит что допа последний день счет поменял это может и за год поменять и за месяц и за 23 все в руках у тебя но когда ты видишь ты растешь в этом окружении то есть в этом свинарники до просите меня и ты это все видишь ты должен это поменять если ты не можешь за 15 лет согласен в управлении своего отца ты не можешь мне не не важно то чтобы согласен 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 не просто согласен что надо поменять дальше то что у него папа видеть сидит человек учился в оксурде стэнфорд я не знаю где и пришел с такой же диктатурской идеи ничего не меняет унижает народ за курение сигарет по вашему это нормально когда человек выше тебя я не говорю по стату сюда по возрасту то есть это может быть experience как вы говорите да опыт жизни на который ты не купишь и ты должен именно прожить эту жизнь президенты министры полу наклонках с тобой это разве это разве не эго твое звучит внутри тебя типа я президент и смотри мне в глаза ты же новый президент покажи хотя бы мелочь делать ребята так не надо давайте уберите мои портреты покажи как зеленский это сделал уберите мои портреты не надо вешать не надо заставлять людей искать себе идола какого-то да в кавычках таким просто покажи банальные вещи сделать хотя бы не ла лана экономики не развивая не открывай стану тут уже ясно то что он этого не сделать даже в течение пяти лет я вам супом я вам голову дам на течение то что он это даже не то что пяти даже пятидесяти лет не поменяет все да да вы можете дать зуб голову если даже свое лицо не мы не знаем кто вы такой есть я же говорю вам ну подавиться на его никакого никакого не иметь значения для вас вас мужикому я же должен выше как человек мы должны как собеседник друг другу зачем я себя уважаю поэтому я с открытым лицом выхожу если по вашей логике я хожу с закрытым лицом и не уважать за поражение но не перебивайте меня не вы сейчас находит на моей лично зуба что зуб не даете вы сказали что он не изменится ну я не знаю возможно ваш зуб можете дать что он не изменится а возможно изменится когда если вдруг изменится где вас искать и сказать с гильды а вы не хотите принести извинения что вот вот изменение какое-то произошло вы сказали какой пример когда от отца сыну передалась должность ну во первых я сам не сторонник того что сердара избрали потому что я самого начала сказал всем ходите на выборы голосуйте прости сердара посмотрим покажите свое гражданское противостояние обществу но почему-то так называемая псевдо оппозиция почему-то начала ралли за президентское место виртуальное понимаете тем самым они легитимизировали понимаете это состояние в третьих вы сказали где от какого-то отца перешел или хамалиев от яйдара алиева перешло должность президента до какого-то периода времени или хамалию смотрели так с ними считались до такого периода пока он не отвоевал карабах отвоевал карабах или хамалиев звезда да там у них есть тоже нарушение прав человека все такое прочее все то но он как национальный герой присоединил исторические земли азербайджан хотя со стороны армении это будет звучит спорно если армяне посмотрят со стороны азербайджан считается закон но я вам привел пример в истории как от отца сына перешло и очень много примеров такой если вы считаете что демократические эти веяния это не демократия почему тогда саудовская аравия считает дима более-менее относительно что там свободу слова есть на самом деле там с наследство идет наследно будет там до сих пор как бихеды обезглавливают людей против человечества про это же ничего ничего не говорит потому что на западе тоже двойные стандарты вот так если вы считаете что желез зеленский для вас от оптимальный президент я вам просто советую как я сделал вот я живу в англии мне нравится здесь жить я живу я не в турбине живу но вы живете тогда в хорошем нормальном государстве как под названием украина понимаешь которым живет я бы на вашем месте не сидел в тик токе а взял бы руку а в руки оружие и защищал бы незалежность украины понимать а вы только в тик токе сидите про турбине обсуждается вот так вот такое мнение у меня чего вы взяли то что я сижу только в тик токе и не защищать и вторых защищать это как именно с автоматами защищать или слава мнению а сегодняшний день а фронтом на сегодняшний день штабе это не защищает родину это вы и вы не работник штаба и он серьезно меня примерно привожу я могу быть вы не работник очень мощный командный состав который еще со времен советского союза подготовлен там украине понимаешь вообще украинская инфраструктура была построена на случай атомной войны поэтому русские не могут одолеть ее и республика единственно других называете я вас уж так согласен с этим не обзывая что вы называете других и это просто сказали не помню кто искать то ли фрейд это сказал или еще кто-то из тебя обвиняют то просто этот человек он есть такой и вы реально скольку живут таким пусть будут я таким пусть будет я таким как и но я своих глазах вижу что вас пока на сегодняшний день сколько человек потому что вы как рыбу пытаетесь выскользнуть я вам вы начали с чего и начали чем закончили я сказал что за пять лет посмотрим что может всегда изменить вы сказали за год можно сделать за три месяца когда я разбил ваши доводы вы ничего ничего не могу разбить вы сказали же как не разбили мой дом я пример привели зеленского я сказал зеленский не раз не привел к общество рассвету пока что к война идет общество в разрухе хорошо извините это упущение ваших родителей вы начинаете констатировать другие партии не улечен и победе как и лукавицы до этого времени вы говорили мне это и сейчас говорите что этого не вы лукавить и понимаете вы сейчас говорили не говорили я говорил и президент урва и про макрон и из правильского слова я сказал а швили говорили говорил про я сказал вы можете успокоиться но им причем успокоить я вам говорю я просто просто говорили 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 и все говорили у вас запись есть вы можете просто взять и сказать то что я вот такой или мне скинуть я могу сам отфильтровать посмотреть все тут все зачем вы сейчас мои слова меняется я не люблю это в мужчинах ладно это женщина вы же в конце концов зачем говорить такие мужчины с чего вы решили то что я не должен считать себя мужчиной ну пока что я не вижу какой-то обезличенного человека ну может быть ваши же глаза не значит этот центр про справедливости но я думаю вот шесть человек который присутствует много на балконе людей они будут скажут вас каждого и кого видите тут придите мужчину или женщин или кого видно на экране знаете миллион людей могут быть против меня миллионы но хотя бы один человек будет с моей мышлением с моим головой мне этого хватит поверьте мне не нужны стадо овец мне нужно один лев всего лишь понимаете о чем я говорю ваше мнение это как извините вас за выражение как ваш хуй да никого не ебет вот видите зачем вы на эти переходите не это просто пока пословица такая ты не такие пословица такие не культурные вещи говорите ну я сказал то что ваше мнение как ваш член она не шла на пусть вы сейчас опустились до уровня нурнурберды несколько я сказал на ваше мнение я вас выделял на фоне его я считаю вас умнее потому что у вас действительно конечно говорю ваше мнение этого как ваш этот она никого не нет понимаете то есть вы не должны говорить о своем мнении обо мне 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 это не интересно но если не интересно зачем ко мне будьте мужчины просто не коверкайте слова не лукавьте у вас раз вопрос поради зон резонный вопрос если вам не интересно мое мнение зачем ко мне пришли в эфир этого впрепли мне пригласили наверх ну а а чего сидеть есть вам вообще не интересно зачем слушать это даже на балконе меня я не слушаю на балконе я зашел тик ток у меня вышел это рекомендация и вы меня позвали наверх чего взять то что я к вам напросить у меня вам же интересно распространен я пригласил я пригласил тогда говорить то что вы зачем пришел я могу спокойно у вас вы хотите уже не проблем не с другой стороны у вас же тоже было нами желание почему потому что вы начали обсуждать половую орган джемсида откуда размеры вы начали вот знаете вы такой человек низкий человек да вот зачем вот такие вещи говорит я сарказм это называется шутка да то есть это даже отвечает умного человека от тупого то что он умеет шутить в отличие от вас у меня есть лицо я могу высоким быть но у меня есть лицо я могу я без лица правильно проговорите вы прекратить обсуждать где-то не что-то контент верните про нет просто мы решили выяснить понимать примеры он остается при своем мнении ясно и свое влияние на мое лицо все большинство которые просто на словах и вы не можете просто на словах я не только к вашим лицом я лукавлял вашим понимаете вашим этим вы лукавите вы лукавите и говорить на мое лицо понимаете вот в чем ваша ошибка я разбил ваш довод насчет мы даже не я разбил долл развивалась зеленского вы развилиться у меня вашего довода и ургуайского президента и разбил вашу дождь дом вы разбили садов или вы разбились не расчета разбились считать так я вас по фактам просто раза разобрал какие факты вы привели зеленский было 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 он вы сказали что он привел к расцвету благополучию до до войны это было мы не будем считать после войны что страна которая проиграет россия оккупанты оккупант они будут оплатить это все хорошо знают платят господи вопрос стоял благополучие общество пусть платят кто угодно до 19 года все было нормально до 19 года все было нормально в чем у вас было нормально украина экспорта делала чего-нибудь электроэнергии до отчет экспорта к нашему жила пшеница кто экспортирует масло кто их квартиру пшеница масло экспортирует она свой бюджет могла себя прокормить украины конечно конечно могла да но почему тогда воровали газ трубы дайте мне факты сужить факты есть если не понимать дать и фару больше 100 идите в стокгольмский арбитражный я никуда не пойду это ваша вышла с вашего рта дать не факт я вам груза идите арбитражный суд стокгольма и посмотрите прощение газпрому к украинскому государству претензионный порядок есть стокгольмском арбитражного суда вам надо факт вот я вам говорю куда надо идти я вам даю гайд понимаете направление вы снова лукавить и ничего не может говорить дайте мне я могу вам то же самое сказать зайдите в правительство украины и прощите про газпром что они пишут что они им должны вас гильды вам надо дальше расти своим мошенничестве извините меня что это у вас есть такой черкес-курбанов вам надо выйти на международный уровень он освоил и черкес-курбанов европейская пространство сейчас американское пространство хочет у вас точно так же как этот я мы не уровень 1 вещь одну вещь я хочу сказать что вы достойный собеседник вы действительно как очень как я не хочу сказать мне не надо листи мошенникам мошенникам не хочу сказать но на фоне вас а еще например который у своих друзей кидает 5000 он малыш но вы выше уровень понимаете не собеседник сейчас смотрите не про и не может как вы просто даже не можешь доказать ему потому что конкретно лукаве можете сказать мне где я машинничал мошенник 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 не 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 а если написать мне не 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 по полочкам раскидал ему и не как рыба скользко теперь скользит я на отмену мега снимать вот эфирова или не пожалуйста гордон я вам задал приеме он понимаете вы этот понимаете полностью профукали свои оппозиции поэтому не приходите больше ко мне в эфир вы не состоит вы сначала подготовьте свое понимаете уровень знания до моего уровня простите меня хорошо прощаю вас прощаю вот так всех благ вам благодарю я вам советую советую вам в украине брать гражданство незалежность если вам нравится зеленский потому что мы люди понимаете мы люди мира мы где нам нравится там и живем туркмена я вот слышал даже у этого вот халсона где-то в перу даже родственники живут поэтому я вам советую там же и если человек понимать туркмении захотят от государстве люди изменить что-то там произойдет общество выйдет и начнет требовать свои права на сегодняшний день на сегодняшний день я только вижу что они только требуют свои права в тик токе я не знаю знать что я не люблю люди мужчинах то что они балаболи то есть врут скажем так и я не думал о вас так до того момент как а пока вы не открыли рот и я уже все это разложил по полочкам и спасибо за ваш совет она не за что если мне пригодится спасибо 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 что новым эпитетом меня назвали мы выдали мне это ну вы есть вы мошенниками назвали не смогли мне доказать понимаем что слушайте но действительно вы вы человек который вы говорите я такой такой ясный на сегодняшний день вижу обезличенная человека не дни женщин не мужчины это не имеет значение но потому что человек уважает мошенничество где мошенничество в том что вы свои позиции до этого говорили потом легко перепрыгивать 3 месяца год вы это не говорили что ли здесь вас записи дайте мне свою запись вы сказали ну как я могу сейчас дать вам за я не сейчас уж напишите мой номер 380 слушайте напишите свой номер моей личке я выйду через ватсап или телеграм мы с вами пообщаемся я не хочу с вами общаться мне просто сегодняшний вид хорошо я вам напишу ваш личку хорошо до свидания не до свидания прощается лучше мне не интересно с вами общаться